Всем привет! Игра MeFars без доната. Итак, это видео о том, как прошла моя первая война в нон-стопах и вообще, чем занимался без донат в топовом агенте. Возможно, будет где-то не очень интересно, но для статистики покажу свои атаки ну и вкратце, может быть, посмотрим, какой у нас был соперник и чем все закончилось, тоже для статистики, для истории и для всего прочего. Так, ну как видите, я своим первым достаточно слабым тапком побежал добивать вот такую недобитую от Ропос и с камнем мне не зашло, я тут троечку на один ход не увидел, но одного камня, в принципе, хватило, чтобы первый тапок зашел. Так, это у нас второй добив. Ну, немного чем отличается от того, что было в первом. С камнем тут достаточно все хорошо, никаких проблем не возникает. И, кстати говоря, что интересно и действительно оказалось даже больше правоты в утверждении о том, что добивы нужны всегда. В любом альянсе нужны добивы. Как вы видите, я добиваю своими тапками очень-очень мало добитых, практически полностью, точнее, добитых героев. Вот. А здесь я смотрю и обороны противника, кстати, и схемки основные. Здесь нюкта, да, мы как видим, она... Да-да-да, очень хорошо согласуется с Шалотлем. И это одна из схем. Два танкующих героя, три атакующих, да. Или тут даже два атакующих, да, там еще стоит Алиса. Но вот нюкта с Шалотлем очень интересно сочетаются, потому что нюкта добавляет 30% еще на жизни и атаки. Плюс два отличных просто уронщика, да, в том тапке были. Это Толик и Афродита. Вторая схема, вторая парочка танкующих, это Махабали, который запрещает накладывать недуги обороны и всех прочих недугов. И Вайнамьяни, да, который накладывает всем оборону. То есть Махабали как бы не позволяет сделать дебаф. Вот это вот очень интересная на самом деле оборона. С первого взгляда казалось, что это ерунда. И этот таким Микадзутти, да, он не особенный танковый герой. Но если камень не заходит, как оказалось, то свои тапки СВД у нас собрал. Вот. Ну, еще позже расскажу крайне о том, какие конкретно из этих и других защит хорошо стояли, какие нет. Вот. Ну, интересная была защита, хотя, казалось бы, хилов практически нет, да. То есть рано или поздно она падет. Вот эта вот гера, она не сильно вредная, хотя тоже стоит о ней задумываться. Но так, в принципе, просто кидаешь камни, не с одного, так со второго или третьего тапка сносишь. Ну, чаще всего это было как раз таки не с первого. Ну, какие тут еще схемки у соперник. Соперник у нас Дарк Ангелс, да, я сразу не сказал. Вот, опять же, схема Нюкта-Шалотль. Только другие массовики. Вот она вместо Толика. И вот здесь вот два шотера. Дэнер и Аня вместо Афины. Ну, в принципе, тоже достаточно логично все. Правда, почему-то Шалотль стоял с этой стороны слева, а не справа. Ну, это опционально, да. Еще одна защита в одного хила и Алиску. Да, с тремя такими уронщиками мощными. Ну, выглядит страшно. Да, я согласен. Выглядит страшно, но удавалось ее и шатнуть, эту защиту. Вот, так что, похоже, одна Нюкта танкует чуть хуже, чем в парочке. А снизу у нас другая совсем схема была. Точнее, у соперников. Да, это три хила. Три хила плюс два уронщика. Тут много таких. Ну, внизу практически все такие команды стояли. С достаточно хорошей силой. Позже будет видно, точнее, будет небольшой резюме. Да, я тут что-то смотрел. Небольшой резюме будет все-таки, какие больше всего понравились. Именно с точки зрения обороны команды. Забегать вперед немного не хочу. Вот, я эту часть записывал без звука. Точнее, со звуком хотел записать сразу, но были технические неполадки. Вот эта вот защита очень интересная тем, что тут, ну, сами понимаете, танкует снежок. И еще, ну, вроде бы два хила есть. Еще есть Нагигот, который тоже неприятный. С одной стороны, кажется, что непонятно. Ну, как бы каждый из героев ценный. Я уж не говорю, что у них по четыре эволюции, да. Самая мощная оборона у соперника. Ну, массовик такой. И в основном тут шот, этот, уронщик автолик. Да. Ну, Нагигот тоже неприятный. Под прикрытием снежка. Я не говорю про Алиску даже. Вот эта вот тоже оборона в три хила. Ну, Нестор такой, он опциональный герой, на самом деле. Больше, мне кажется, его под атаку. Да, Толик. Известный, топовый. Самый лучший желтый. Наверное, герой для защиты, на мой взгляд. И не только на мой. Как мы видим, тут практически все Толики в перемешку с ватанами, да. Ну, там. Ну, практически много. Таких вот. Защит с автоликами. По мощным защитам я как бы прошелся. Между волнами, между первой и второй. Поразглядывал их. Ну, а первый и второй ряд были не... Точнее, второй и третий были слабее. Это были цели наших волн. В принципе. Так, продолжаем. Вторая волна идет. Беру свой второй, точнее, третий тапок. Ну, тут уже добивчик чуть-чуть серьезней. Но зато и вроде как с камнями пока ничего. В автолик желтые камни пускать было не самое лучшее. Даже не очень-то хотелось, я бы так скажу. Да, да, зернитрия, срезать оборону не получится никогда. У нее есть обилка против среза. Вот. Но... Практически ее добиваю. Ну что, ультую, да, сношу. Остается теперь набрать камни для автолика. И сделать примерно то же самое. Ну, камней дают много, без проблем. Третий тапок тоже заношу. Ну, в пустоту, как обычно. Как мы делаем. Заряжаемся и потом ультой добиваем. Так, четвертый тапок. Виолетовый пошел, посмотрим. Опять нагриню. Вот. Но, в принципе, что хорошо и для добивов, то, что цвет, да, видите, подтормаживают тут. Цвет особенно-то может большой роль не играть. Но главное, добив через ульту и заряд через пустоту. Кстати, камней маловато. Ну, два камня залетели в автолика. Ну, и все. Надо собирать. Так, немного подумал, как же это сделать. Стрелы еще неприятны. Тут напоминают, когда не хватает... Так. Первая ульта. Напоминают, что когда не хватает камня, может возникнуть даже предобивые проблемы. Так, я решил все-таки кинуть еще камень в автолика, потому что потому что он так уже вальтовал. Но мое тело как бы справляется с тем, что нужно все-таки добить. Пятый этапок. Давайте посмотрим. Ну, достаточно простая у меня была задача на этой войне. Вот. Но вы можете понимать, что если бы, например, я не воевал, то эти все добивые пришлось бы брать кому-то другому с более сильными, чем у меня тапками. А я добиваю. Обычно предпочитаю это делать в моно. Да, вообще, даже если не добивал, тоже в моно ходил. Но не вижу никаких пока серьезных предпосылок ходить не моно, даже добивые. Прежде всего, потому что очень синхронно заряжаются основная группа героев. Ну, что, с ульты я должен сносить. Да. И последний. Последний этапок, шестой. Мой добив был чуть серьезнее предыдущих. Вот. Ну и в ход пошла и садорка. садорка. Тут практически доказочный уже Рудольф. Долго я ждал для этого тапка. Закачал Рудольфа, кинул ему эмки. Вот. Ну, опять же, так как серьезнее немного задача, было сложно определиться. И очень напрягал в углу стоящий Дракула. Чем напрягал? Потому что его не контрит и садора. Вот. А если его, ну, как бы упустить его ульту, то он начинает на себя накидывать регулярно миньонов, которые, ну, не накидывает на себя, они там между собой множатся. Да еще ультой и они очень жирные. Да, ультой у меня особенно нет, кем ультовать-то. Видите, у меня три хила, которые рассчитаны на камень. А с камнем могут быть свои трудности, но в общем напряг был такой. Так, тут Сусана становится кавалером. Но мои все заряжены. Так, отлично. Это значит, что хилань скорее всего больше не будет у соперника. Мячи и садоры постараются. сделать все, чтобы этого не было. Вот. А вот у Дракулы есть сопротивление к этому делу. Так, ну что, просеиваем поляну. Стараемся набрать еще. Да, первая цель Дракула. Я уж не знаю, насколько он тут вкачанный, потому что это все-таки не сильные герои, сильные игроки, не сильные. Так что там все-таки не будет никаких эволюций, по-моему. Ну, насчет 24-х ТХМ-ок не знаю, но 30-х отрядов точно нет. Ну, в общем, нормально добил без всяких приключений. А что касается итогов войны, вот они у вас на экранах, с не очень большим преимуществом победили. Еще раз повторю, был очень интересный напряженный матч. Основные защитки, с которыми были проблемы, это можно выделить Дарк Вайта, или как тут не очень хорошо видно. Напомню, с Нью-Йордом ну, три хила здесь, стоят. И два мощных более-менее. Вот, очень много тапков, практически ни одной, ни одного шота здесь на него не сделали. Команды со снежками тоже оказались достаточно упорными. Хотя, вот эта вот Дарк, в общем, вот эта защита, она оказалась чуть менее опасной и вообще, чем оборона с Адорой. Ну, Даркмастер тоже свои тапки забрал свое количество какое-то. Касается Дарклорда, самая сильная тут оборона, однако, ну, 2-1 получилось, да, два раза был шот, и один раз в ноль тапок ушел у Госта у нас. Ну, и Леди Дарк, можно сказать, да, тоже. Она свои тапочки некоторые собрала, не один раз только с одного шатнули, а один раз там, по-моему, с трех тапков зашло. Вот такие вот упорные защиты оказались самые вот, то есть, вот эта вот схема с шалотлем и нюкты, в принципе, рабочая схема, я думаю, вот эта вот, действительно, с Ванимани и Махой, плюс еще вот эти вот схемы с тремя хилами. Они неприятные, ну, и вообще по силе. Вот. Такой итог войны. Спасибо Dark Angel за войну, за битву, за достойное оппонирование и желаю всем удачи. Пока.